почему вы решили сделать пластику я сделала мама пластику получается полтора года назад у меня есть двое деток я их выкормила длительно грудью соответственно грудь моя как мне на тот момент казалось испортилась пластика мне казалось более доступной простой и мне уже моя нормальная грудь как я сейчас понимаю что она таки была нормальная казалось не нормальной и что она должна быть другой формы как любая девочка я хотела быть красивой моя грудь мне не нравилась наверное самого начала когда начала расти она была тубулярной формой поэтому мечта сделать грудь у меня была с детства но так случилось что когда мне было 23 на плановом осмотре у меня обнаружили опухоли в молочной железе учитывая то что я человек решительный я сразу же спросила а когда можно делать маму пластику через месяц и ровно через месяц и один день я сделала себе новую в 2018 году решила сделать операцию и именно в армении потому что такие операции в армении недорогие и поставлены на поток моей мамы она увидела рекламу хирурга и сказала мне вот хирург давай поговорить с ним может быть он сделает тебе хороший нос я заплатил заплатила 1300 евро но хирург почему-то скрыл от меня риски с какими последствиями столкнулись я чувствовала себя замечательно после операции но утром обнаружила что у меня был большой отек под правой под мышкой на что доктор мне сказал что не волнуйтесь и такое бывает это нормально просто это будет еще увеличиваться и санитом потом синим пару дней это превратилось в черную гематому под мышкой под грудью у меня была фиолетового цвета рука животных это была обширная сильная гематома потом у меня началась начала набираться серома это жидкость в тканях набирается воспалительная жидкость уже я чувствовала что что-то не так с имплантом как-то его подразвернула и какие-то были нюансы физические и визуальные второе узи мне показалось что у меня один имплант развернула на полтора сантиметра доктор сказал что ничего страшного все вылечим все поделаем выписал мне гормональные противовоспалительные антибиотики отправил домой лечиться и после этого у меня вообще начала расти шишка ловно через год пришла мрт обследование оказалось что капсула вокруг импланта цела а имплант лопнул то есть единственный вариант почему он лопнул это повреждение во время операции вторая операция уже была так сказать и вынужденной потому что уже содержимое импланта вышло полость груди я выбирала хирурга выбрал самого дорогого самого хорошего если первая операция стоила 5000 долларов то 3 операция стоила 7000 евро сомнения хирурги дня не было уже на второй день после операции я обратила внимание на то что ареола была такого багрового цвета становилась только хуже и уже на 10 день после операции кожа и заская и ареолы на левой груди сошла полностью мне сделали вот эту пересадку кожи отправили домой первые сутки поднялась немножко температура я сообщила врачу и когда я уже поздно вечером проснулась от того что у меня очень болела грудь левая и когда я расстегнула корсет грудь была красная и повязка которая была наложена она промокла и только через две недели после случившейся они делают бакпасев и бакпасев показывает что у меня инфицирование золотистым стафилокопом когда он снял тампон он мне сказал две недели у тебя будет отек у тебя будет слизь я подождала две недели я ему говорила что я не дышу и она говорил ну пойди к лор врачу это ненормально то что ты не дышишь я пошла к лор врачу и она мне говорила что сожалению вы потеряли чувствительность вы не чувствуете воздух в носу то есть я дышу но я не чувствую что я вдыхаю у меня постоянно удущие я пошла к нему за эстетикой но хирург полез в мои лор органы то есть он сделал мне частичную конхотомию которая вызвала у меня синдром пустого носа синдром пустого носа эта ситуация когда внутренняя полоса повреждена с лишним хирургическим удалением нижних носовых раков как последствия влияют на повседневную жизнь меня есть деформация груди у меня есть боль в груди я себя не могу заниматься так спортом как я занимался у меня есть масса проблем я ежесекундно ощущаю боль в грудной клетке естественно это мешает мне заниматься полноценно спортом после двух наркозовой операции у меня сильно ухудшилась память то есть у меня появляются такие провалы что я не могу вспомнить как писать жить через букву и через букву их ну и плюс у меня после операции были панические атаки и головокружение грудь периодически побаливает это очень тяжело потому что не даже тяжело смотреть на себя в зеркало это можно делать только только вот так прикрывая части тела бессонница я принимаю специальные препараты чтобы спать вы просыпаетесь уставшим я очень плохо чувствую запах начинается удущие вы не можете встать в постели вы ничего не можете делать у меня кстати еще и тахикардия мне запретили заниматься спортом из-за тахикардии вы исправили последствия доктор мой который меня оперировал не знал ответов на эти вопросы что за шишка как выйти правильно из положения и в конце концов я решила что все таки я не могу пойти на операцию другого доктора онколога маммолога для того чтобы ударить от импланты я бы не сказала что я исправила последствия пока что просто все что было вот эти все раны просто зажило и у меня вместо соска и реолы остался шрам и точно также на ноги верхние третьи бедра откуда брали кожу для пересадки тоже такой шрам 5 на 5 сантиметров да я пыталась это исправить я была в италии я была в германии профессоров но они мне сказали что это к сожалению невозможно сделать и трогать нос вообще нельзя больше нельзя и нет лечения есть экспериментальные лечения импланты не это все экспериментально и очень дорого стоит у вас остались комплексы хотите изменить что-то еще комплекс конечно сразу у меня был внешний вид груди он был хуже чем до установки в разы я понимала что я ничего не буду делать больше со своей грудью мне придется просто с этим жить и сейчас она восстановилась конечно же но не так как бы хотелось ну на этом в принципе мои комплексы закончили слава богу единственное что я сейчас хочу я хочу привести свой грудь в нормальный вид человеческий у нас у людей есть два уха два глаза два соска у меня пока что один поэтому вот этот момент я хочу исправить учитывая инфицирование золотистым стафилококом скорее всего нужно будет заменить импланты но скорее всего что я просто буду их вынимать и на этом закончится моя история с пластической хирургии вот сейчас я уже довольны и красиво и так дальше потому что я считаю что помимо вот этого дефекта во мне есть только достоинств что меня любить скажем так есть за что как изменилась жизнь после пластической операции моя жизнь разделилась на до и после поменялась и над тем что я поняла насколько нам навязывают критерии красоты что я человек из комплексов думающий анализирующий попала на такую удочку а что происходит более молодыми девочками да что нам очень легко навязать комплексы мне пришло полное принятие моего тела его любовь к себе и и пропало желание вообще абсолютно что-то делать какие-то проводить процедуры не только классические операции но и ходить косметологом я себя люблю больше чем в 22 года мне 26 я не замужем у меня нет мужа нет ребенка и у меня вся жизнь впереди ее нужно построить когда у тебя начинается комплекс это сделать уже чуть-чуть трудно потому что никто не горит что пластическая операция может сделать тебе не только красивой но и изуродовать потом ни за какие деньги ты не исправишь у меня жизнь просто стала адом я изолировалась от всех хотя мне все помогают я ничего не могу делать я как овощ пытались судиться вернуть деньги последующим мы с пострадавшими девочками писали заявление министерства здравоохранения мы приходили на личный прием и нам говорили так ну вот если бы это был кто-то другой вы бы его посадили а так как это высокопочтенный хирург вот поэтому девочки извините решайте свой вопрос сам поэтому я обратилась в полицию по моему заявлению открыто уголовное производство уже на уровне правовом да мы будем разбираться я заплатила за операцию пять тысяч евро он мне вернул деньги за операцию единственное что я просила чтобы он и оплатил мне удаление он этого не сделал но я понимаю насколько несовершенно наша система здравоохранения издержки адвоката суда и всех этих нервотрепок ничего не дадут я пыталась делать подать в суд на него но как я живу в бельгии это немножко трудно но я хочу податься подать в суд на него здесь именно с бельгии почему вы решились на это интервью потому что я хотела сделать огласку хотелось чтобы побольше людей узнали об этом о таких осложнениях которые многие недобросовестные хирурги скрывают для кого не секрет если вы заходите на страницу фактических хирургов то вы не найдете плохих результатов пострадавших женщин которых моментально блокируют и должны быть люди которые рассказывают то что не говорят фактические хирурги я хочу быть таким проводником лишний раз подумать о том чтобы ложится под нож хирурга девочки которые очень хотят хотят быть красивыми не знают последствий и точно также не знают на самом деле реальной репутации хирурга любого поэтому девочки пусть ни один дефект внешности которые возможно даже не дефект а просто вам субъективно не нравится мне тихо это вашей самооценки любите себя такими какими вы есть из удачной пластика и не очень и без неё просто нужно любить себе такими какими вы есть